Всем привет, добро пожаловать! Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса и я отвечаю в пятой рубрике «Ответы на вопросы зрителей канала». Ну что же, давайте посмотрим. Их примерно 18, те, которые я очеркнул для сегодняшнего ролика. Я их не выбирал, они идут все по порядку, я ничего не сортирую. Начнем. Наталья спрашивает Алексея. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, в чем смысл именно прописывания в дневнике своих мыслей и рационального ответа, а не просто отвечать на них в голове. И всегда ли нерациональные убеждения проявляются соматически? С последнего момента. Всегда ли нерациональные убеждения проявляются соматически? Нет, безусловно, далеко не всегда иррациональные, они так называются, убеждения проявляются соматически. Мы живем всю жизнь и со своими иррациональными убеждениями, они не всегда проявляются соматически, они проявляются телесно тогда, когда благодаря этим иррациональным убеждениям ты создала слишком сильную эмоцию в какой-то конкретной локальной ситуации. Например, что-то произошло, а ты поняла эту ситуацию, что такого никогда не могло произойти, такого не должно было быть, он так не имеет права, какого фига, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И такой конгломерат убеждений сформировался в такую негативную, яркую негативную эмоцию, и, конечно, это соматически проявится, как и любая негативная эмоция. Это ответ на твой вопрос. А часто иррациональные убеждения просто сопровождают нашу жизнь, влияют на наше поведение, влияют на наше отношение с людьми, влияют на наше общее состояние и настроение. Но проявляются соматически только в крайности. Первая часть твоего вопроса, объясни, пожалуйста, в чем смысл прописанного в дневнике. Это хороший вопрос, он посвящен всем практикам когнитивной терапии, кто уже со мной занимается или занимался. Смысл в том, что многие, к сожалению, думают, что прописывание в дневнике – это такая, знаешь, некая директивная установка, как надо думать. Вот есть такой миф о когнитивной терапии, я, наверное, сниму ролик о мифах, скоро вы его увидите. Вот один из мифов заключается в том, что прописывание в рационального ответа – это некая такая нарративная история, как надо думать, как будто такой чип, который вставляется в голову, который ты прописываешь, и путем прописывания он у тебя прописывается в голове. Это не совсем так. Да, там есть некая нейрофизиологическая история о том, что ты, когда пишешь, ты запоминаешь, но вопрос тут не в запоминании, как правильно думать. Мы не создаем себе схемы мышления, а-ля как правильно думать. Мы в когнитивной терапии размышляем над ситуацией, размышляем над опущенными ошибками в мышлении, а с помощью дневника эти размышления становятся более отчетливы, более осознаны, более, скажем так, взвешены и запоминающиеся. Вот и все. Татьяна спрашивает. Алексей, добрый день. Подскажите, как справиться со страхом за жизнь близких? У меня маленькая дочка, очень сильно переживая за ее здоровье и жизнь, и из-за страхов случаются панические атаки. Татьяна, нужно понимать, что миллионы мам на планете так или иначе переживают за жизнь своего ребенка. Но не каждая мама будет переживать так остро. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, почему именно вы, здесь потребуется консультация специалиста, потому что именно вы переживаете сверхостро. Не просто переживаете, как нормальная, скажем так, условно нормальная мама, да, а вы переживаете сверхсильно, тем самым создаете себе дистресс. Ответ на, почему именно вы так сверхсильно переживаете, поможет вам найти ваш именно консультант. Валентина спрашивает. Алексей, добрый день. Два вопроса. Первый. Давно очень были панические атаки, но теперь на их место пришла тревога, которая может держать несколько часов. Почему так произошло? Лучше уж по, чем тревога. Валентина, отвечу сразу на ваш вопрос. Именно поэтому я и говорю, что в панических приступах, как приступах испуга, нет ничего ужасного. И это не главная цель консультирования и психотерапии неврозов. Тысячи людей, которые ко мне приходят, они уже были с паническими атаками или справились благодаря лекциям, упражнениям, семинарам, тренингам, что только там не было у них. Но проблема не в этом. И вы говорите, что на место паники пришла тревога. Не на место паники, у вас она и была тревога. Просто когда-то вы паниковали из-за проявления этой тревоги, когда-то вы не паниковали. Когда вам объяснили, что это такое, вы научились не паниковать, паники нет, но тревога осталась. Отвечая на ваш вопрос, коротко подытожу так. Ваша тревога всегда и была. Это и было ваше расстройство, просто вы научились не паниковать. Соответственно, мишень здесь локализация именно вот этой внутренней тревоги, которую вы испытываете. Это опять же работа с вашим консультантом, почему вы испытываете тревогу, с чем это связано. Второй ваш вопрос. Почему, на ваш взгляд, ишемическая болезнь сердца, ИБС, аббревиатура, если я правильно понимаю, считается психосоматическим заболеванием? И если длительное вегетативное напряжение приводит к ишемической болезни, то такое состояние, то какое состояние приводит? Спасибо. Спасибо за ваш второй вопрос. Значит, действительно, ишемическая болезнь сердца никак не связана с невротической патологией. Объясню почему. Мы можем провести много исследований и много закономерностей. И увидим, что куча людей... Это исследование проводил Институт имени Бехтерева. И они увидели, что люди, которые испытывают... Они провели исследование в катамназе и обратились через 25 лет к больным, которые когда-то были у них описаны в архиве. И что же оказалось? Что ни один больной, который имел, скажем так, невроз сердца или сильная паническая вегетативную проблему, не заболел ишемической болезнью сердца. Отсюда наука сделала эмпирический вывод по факту о том, что невротические расстройства, кардиофобии, кардионевроз и вегетативное напряжение не приводят к ишемической болезни сердца. Между тем, люди, которые никогда не жаловались на острые панические и тревожные расстройства, имеют ишемическую болезнь сердца. Если говорить о глубинах психосоматики, это сейчас долго. Это такой маленький секретик, который наверняка я освещу в рубрике «Коротко и ясно» на канале Невроза Мегаполиса чуть позже. Соответственно, к ишемической болезни сердца невроз не приводит. Тысячи моих пациентов за последние 7 лет не имели ишемическую болезнь сердца в начале заболевания, в середине и сейчас. Ровно так же, когда ко мне обращаются пациенты со словами «я 10 лет в таком состоянии», но при обследовании ишемическая болезнь сердца не обнаруживается. Еще один значок по вопросу, что не приводит к ишемической болезни сердца. Ну и третий аргумент, что если бы невротические расстройства приводили бы к ишемической болезни сердца, то у нас каждый бы второй человек, которого вы видите вокруг, имел бы ишемическую болезнь сердца, но это не так. По поводу психосоматики, это тема видеоканала. Чуть попозже подпишитесь на канал Невроза Мегаполиса, и вы узнаете ответ на этот вопрос. Наталья спрашивает. Здравствуйте, еще раз пару вопросов. Вызываю паническую атаку мыслями, раскочегариваю себя, проверяю на прочность себя и смотрю на результаты. Возникает ощущение, что это своего рода уже необходимость организма в таких сомнительных ощущениях. Как разорвать этот круг, и может ли гипноз Эликсина помочь при работе с неврозом? С последнего начну. Я не знаю результатов, где гипноз Милтона Эриксона может помогать с невротическим расстройством долгосрочно. Короткосрочно, может быть, какие-то результаты гипнотерапии имеются. Долгосрочных результатов гипнотерапии я не знаю. Зигмунд Фройд разочаровался в гипнозе еще очень давно, когда изучал астерию, как один из фундаментальных неврозов. И я лично не практикую гипноз, и я не знаю людей, которые с помощью гипноза справились с паническими атаками и неврозом. Да и на самом деле с паническими атаками и неврозом гипноз-то не нужен. Там, наоборот, нужна осознанность и нужна именно философское размышление с перестройкой мышления и восприятия. Значит, первый ваш вопрос. Мыслями вызываю паническую атаку, раскочегариваю себя, проверяю на прочность, необходимость организма. Я не знаю, почему вы так делаете, зачем вы себя проверяете на прочность таким образом, в чем тут ваша фишка. Упражнение классическое для панической атаки – это упражнение, которое классифицировать можно как проживание и как наполнение себя страхом в виде того, что вы проживаете этот страх. Все эти упражнения собраны на канале. Зачем вы это делаете? Не совсем ясно для какого-то необходимости организма в таких сомнительных ощущениях, не зная, для чего вы это делаете. Возможно, вы где-то ошибаетесь в технологии упражнения. Либо вы делаете упражнения не по теме и называете ваше состояние панической атакой, но на самом деле это не так. Андрей спрашивает. Насколько вы согласны с компенсаторной теорией Адлера? Есть мнение, что именно психическое расстройство ведет людей в творчество. А, я понял, а не наоборот. Если всех людей вылечить, то что тогда получится? Разве не голод, а следовательная агрессия двигает человеком и все общество вперед? Если человека накормить, он захочет достигать социального успеха в реализации. Давайте на первую часть вашего вопроса по поводу Адлера и его компенсаторной теории. Да, есть такая история, она не доказана, и все это лишь гипотеза прежде всего. Я поясню для зрителей канала, что есть такая концепция о том, что есть две стороны вопроса. Либо люди считают, что творчество приводит людей к психотическому расстройству, либо психотическому расстройству приводит людей к творчеству. И если всех вылечить, то что тогда будет? Да, грубо говоря, видимо, об этом автор вопроса и задается. Я не готов сейчас философствовать по этому поводу. Моя позиция такая, что есть заболевания, связанные с травмой головного мозга, с наследственностью, с проблемами хромосомного уровня, с интоксикацией головного мозга. Где человек получил галлюцинации, получил серьезную патологию именно благодаря травмам, интоксикациям или врожденной патологии. И эти люди не всегда творческие, поверьте, эти люди далеки порой от творчества. Также есть люди очень творческие, которые не имеют галлюцинации, не имеют психотической диагностики в своей природе. То есть здесь однозначно я сомневаюсь ответить. Скорее, что просто, скажем так, не совсем изначально здоровые люди, они видят цвета, видят форму немножко по-другому. Это выражается в их творчестве часто. Но они достаточно сохранившиеся, поэтому их не госпитализируют, потому что они пока не спалились. Как только спалятся, начнется история проблемы. Поэтому здесь, скорее всего, может быть и так, и так. Татьяна спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Вопрос такой. Как стать самостоятельным, независимым человеком, суметь самореализовать себя? Образование есть, но что-то не так. Да, как будто образование, Татьяна... Ну, вот, речь с ответом, этот вопрос. Конечно, вопросик такой неудобный для вас загружать, но, может, что-то вы скажете, посоветуете, да-да-да-да-да-да. Понятно. И это с детства идет была гиперопека. Пожалуйста. Значит, Татьяна, смотрите, по поводу образования. Вот многим людям в Советском Союзе фактически внушали, что, получив хорошее образование, вы получите успех, и получите хорошую работу, и получите удовольствие, скажем так, да, во многих сферах жизни. Это не так. На сегодняшний день, в 2016 году мы вынуждены констатировать факт, что хорошее образование – это дополнение к определенным навыкам, дополнение к определенным системам мышления, к определенной мотивации и действию. Ровно так же человек может быть без какого-то фундаментального серьезного образования, но он достигнет достаточно хорошего успеха в своей жизни. Поэтому вопрос, как стать самостоятельным, независимым человеком, я бы здесь работал и отвечал бы так. Прежде всего, надо понять, что мешает стать самостоятельным, независимым. Скорее всего, вам мешает привычка и страх совершить ошибку, привычка и страх быть осуждены, привычка и страх, что у вас что-то пойдет не так. Отсюда вытекает компенсаторная стратегия в виде бездействия и нерешительности. А бездействие и нерешительность будет отвечать на вопрос, почему вы не самостоятельные и зависимые. Петр спрашивает. Алексей, здравствуйте еще раз. Спасибо за ваши видеолекции. Пожалуйста, Петр. Неоценимый вклад. Пожалуйста, спасибо большое за теплые слова. У меня пара трепещущихся вопросов. Хорошо. Первое. Что можно сделать с установкой быть хорошим? Разве это именно в контексте, что по мнению многих человек уже рождается тревожным, талантливым? Сейчас еще раз. Что можно сделать с установкой быть хорошим? Разве это изменимо в контексте, что помимо... Смотри. Значит, что можно сделать с установкой быть хорошим? Здесь надо понимать грани. Если мы говорим, скорее всего, об Кэр, Петр, сама по себе установка быть хорошим, она сама по себе неверна, потому что понятие «хороший» – это очень абстрактное понятие, очень размытое понятие. Никто не против, чтобы человек соблюдал закон, чтобы человек не нарушал какие-то социальные нормы, такие яркие, чтобы он был воспитанным и культурным, и тактичным. Это все хорошо. Но проблема у Кэр не говорит о том, что все люди, которые условно хорошие, они все больные. У Кэр возникает тогда, когда установка «я не должен быть плохим» переходит некую реальную грань, и человек начинает тестировать свои мысли. А я правильно думаю, а я хорошо думаю, а если они подумают плохо, это ужасно. То есть начинается размытие понятия «я не должен быть плохим» на такие вещи, ну, например, чтобы всем понравиться. Но мы же понимаем, что это невозможно. А вот человек с УКР считает, что это возможно, потому что есть установка «я не должен быть плохим», соответственно, я должен всем понравиться. А чтобы всем понравиться, я должен делать все правильно, а чтобы делать все правильно, я должен все контролировать. А чтобы все контролировать, я должен быть начебу и вечно напряженным, что приводит его к напряжению. Поэтому вторая часть вашего первого вопроса, с этим не рождаются, поверьте, Петр, с этим взрослеют. Именно путем формирования детских стратегий воспитания, затем стратегии взросления, человек получает такую установку, потом ее оттачивает в виде компрессаторных стратегий. Второй ваш вопрос, почему в момент панической атаки мозг допускает ошибку, интерпретации у человека появляются страхи и фобии, в чем причина сбоя? Петр, здесь нет никакого сбоя. Паническая атака ничем физиологически не отличается от обычного сильного испуга за свою жизнь. Например, когда на вас напали или вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, все тот же самый адреналин, все то же самое, бей, беги, спасайся, замри. А проблема не в этом, а проблема в том, что люди испытывают панические атаки в двух категориях. Первый – это страх за собственную жизнь, второй – страх за произведенные впечатления. И тревожно-фобическое расстройство, о котором вы говорите, оно символизируется именно паническим испугом за собственную жизнь от неправильной интерпретации своего физиологического состояния. Вот это очень важно понимать, что на самом деле паника или паническая атака – это испуг за собственное здоровье, потому что человек проинтерпретировал, скажем так, вегетативное напряжение или собственные мысли, как опасные, угрожающие или о чем-то говорящие. Так, часто люди даже после понимания и принятия своего невроза тупо не могут это отпустить и не думать об этом, будь то они на войне побывали. Тут только время лечит, и последнее, к сожалению, на фоне стресса, неврозности – нервный тик в виде подергивания. Ну да, нервный тик в виде подергивания – это проявление напряжения. Но по поводу отпустить, я так вам скажу, что здесь проблема не невроза, здесь проблема убеждений, потому что мы меняем именно установки, именно убеждений, и проблема тут не в неврозе. Невроз – это просто нозологическая форма расстройства. А проблема называется именно убеждения, стратегии, которые вы не можете отпустить и поменять. И, видимо, здесь есть некоторая недоработка вашей терапии. Нинель спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Алексей, здравствуйте, спасибо вам огромное за ваше видео, спасибо большое. У меня невроз, я догадался. Так, когда я победила, панические атаки, прям вот сражаются все, начались навязчивые мысли в голове, мелькают картинки моего самоубийства. При этом возникает страх головокружения, и мой психиатр говорит, что это неосознанные, неосознанные выводы, что это просто страх, а я боюсь, что когда-нибудь они одержат верх. Понятно. Нинель, вы описываете достаточно типичную историю с ОКР. Опять же, уже говорил выше, что вы не победили панические атаки, их нельзя победить или избавиться, или излечиться. Вы просто перестали пугаться панически, это первое. А то, что под вашей основной проблемой стояло ОКР, как и раньше, оно как было, так и есть. Страх самоубийства и все остальное, это все метафора, как я сейчас потеряю контроль и буду плохой. Соответственно, здесь я вам рекомендую обратиться к каналу Невроза Мегаполиса на YouTube и посмотреть все видео, которые вы найдете об ОКР, последние 10 роликов популярного этого канала на YouTube. Ну и, соответственно, заниматься с вашим консультантом по вопросу именно ОКР. По поводу того, что мысли доведут до самоубийства и я держат над вами верх, поверьте, я уже в седьмой год слышу каждый день все эти сомнения, и тысячи моих коллег слышат эти сомнения, и никто себя до самоубийства не довел. Максимум, чем вам грозит, это тревогой и беспокойством, не более. Соответственно, люди, которые хотят совершить самоубийство, они не испытывают по этому поводу такой тревоги, страха, сомнений. Они обычно спокойненько, тихо, невзрачно принимают для себя решения, долго с ним согласны, вынашивают его, и потом молча, спокойно это делают, чтобы показать всем, какие все уроды, а он был хороший. Либо от безвыходности. Соответственно, в ОКР люди не кончают же самоубийством, как бы они этого не боялись. Они будут испытывать долгий страх и тревогу по этому поводу. Но под этим всегда стоит история, что если я не сдержусь, грубо говоря, и покончу с собой, то я причиню вред родственникам, я не достигну своих целей, я не достигну самореализации. Поэтому тут надо работать над конструкцией ОКР, и ничего с вами не случится, не волнуйтесь. Светлана спрашивает. Здравствуйте, Алексей, как избавиться от канцерофобии, боясь заболеть раком? Я понял. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, канцерофобия является одной из фобий в структуре тревожнофобических расстройств. Символизирует канцерофобию очень простую историю, что человек на самом деле может пройти магнитно-резонансные исследования, ультразвуковые исследования, мы не найдем онкологической патологии. Но человек постоянно сомневается и ищет в себе различные заболевания, в том числе онкологические и прочие, потому что у него есть в жизни определенная эмоциональная проблема, которую он не может решить, и чтобы увести свое внимание с истинной проблематики своей жизни, он концентрируется на концепции «а вдруг?», «а вдруг?», «а вдруг?». И вот это вот «а вдруг?» никогда не закончится. Канцерофобию, если убрать, начнется другая фобия, третья, десятая, двадцатая. Поэтому здесь главная задача работать с самим напряжением, которое по принципу смещения доминанта уводит вас в другую сферу. То есть мы называем это «уходит в болезнь». Чтобы не видеть проблемы с мужем, с женой, с работой, с самореализацией, с эмоциональной сферой, мы уходим как бы в эти фобии, таким образом переключаясь. Евгения спрашивает, нужен ли секс человеку, интересует ваше мнение. Ну, это одна из потребностей физиологических. Тут, я думаю, индивидуальный вопрос, да, кому-то это в какой-то период времени нужно больше, кому-то меньше, какому-то человеку, согласно его убеждениям, больше, меньше, там, религиозности и так далее. Здесь индивидуально. Я думаю, что есть люди, которые могут и прожить долго без этого, и мои клиенты часто говорят о том, что не было этого давно или так далее, а есть те, у которых этого много, там, им нравится, не нравится. То есть здесь, я думаю, это индивидуальный момент. Но по концепции Фрейда, если ты вот об этом говоришь, то там проблема не сексуального воздержания, Фрейд описывал. Фрейд описывал свою концепцию о сексуальном подавлении своего желания, когда человек подавляет свое влечение, подавляет себя своей цензурой, да, и возникает вот это внутреннее напряжение. Поэтому не путай наличие секса и его отсутствие с подавлением некоторых влечений, если ты изучаешь концепцию Фрейда. Анна спрашивает. Добрый день, Алексей. Как перестать все тотально контролировать? Анна уже немножечко отвечала на ваш вопрос. Тотальный контроль – это комписаторная стратегия для того, чтобы реализовать свою задачу. Например, чтобы не быть плохой и чтобы не ошибаться, я буду все контролировать. Или чтобы все держать под контролем, я должна быть сосредоточена. Мы называем это overcontrol или сверхконтроль. Это стратегия, которая мешает людям летать на самолетах, расслабляться и так далее. Скорее всего, за сверхконтролем стоит неврастения. Это трудоголики, это очень ответственные люди, потому что у них в концепции головы идет такая история о том, что я должна добиться успеха, я должна стать самой лучшей, я должна справиться со всеми проблемами, достичь большого результата, иначе я плохая женщина. И чтобы я эти концепции выполнила, я должна все контролировать. То есть контроль – это стратегия для достижения определенных невротических стратегий. Надеюсь, вы меня поняли. Как справиться? Здесь вопрос заключается в том, чтобы перестать испытывать стратегию сверхконтроля, надо понять необходимость вообще этого контроля. А действительно ли мне это помогает? Как мне это причиняет напряжение? Выписать и работать с конкретными ситуациями с вашим консультантом, где вы посмотрите по-иному на некоторые цели, на ошибки, на провалы, и с помощью рационального мышления перестанете относиться так критично к этому, и тогда контроль сам уйдет естественным путем. Ну и надо еще учиться расслаблению, надо учиться механизмам передачи контроля, делегирования, пилотам. Можно посоветовать вам упражнение с маской для сна. Вы можете попросить таксиста повозить вас по городу в этой маске и таким образом тренировать свое делегирование контроля. Вы не видите, куда он вас везет, и таким образом тренировать делегирование. Мария Анна спрашивает. Алексей, что стоит за тем, что девушку возбуждает девушка очень сильно? К парням такого нет. Это особенность вашего сексуального влечения. Оно формируется в периоде раннего детства. Связано это в отношениях с матерью и в отношениях с отцом. Если изучать аналитически вашу анализ жизни, то мы увидим, как это сформировалось. Что стоит? Стоит детство и специфические отношения в этом детстве. Даша спрашивает. Алексей, здравствуйте. Заметила, после физических нагрузок тревоги не чувствую. Возможно ли ухудшение состояния психики из-за ограничения движения, сидячая работа? Или просто, когда начинаю активно себя вести, перестаю себя тревожить мыслями? Смотрите, хороший вопрос. Физическая нагрузка всегда смещает доминанту в коре головного мозга. Если ваша часть головного мозга все время думает о работе, о отношениях, о каких-то проблемах, насущих, неразрешенных конфликтах, то когда вы переходите в зал, у вас переключается зона мозга на другую работу, на координацию, на работу органов и систем. И та зона мозга, которая была занята вашими насущными проблемами, отдыхает. Поэтому после тренажерного зала, как правило, вы выходите отдохнувшие в этом смысле. Вы абсолютно правы. К вопросу о том, может ли это быть этиологией причиной нейротических расстройств в виде гиподинамии, нет, не может. Это лишь фактор, что фактор гиподинамии может ухудшить общее самочувствие, ухудшить прогноз по остеохондрозу и так далее и тому подобное. Но как причина нет. И физическая нагрузка всегда идет сочетанной с психотерапией для того, чтобы организм еще раз переключить и дать ему другой источник отдыха в виде смещения внимания на нагрузку. Другое дело, когда люди нагрузки этой боятся, они не могут идти в зал, потому что у них есть кардиофобия. Они думают, что если они сейчас дадут нагрузку, то они точно откинутся. Тогда мы переходим уже к кардиофобии. Карина спрашивает. Алексей, доброй ночи. Можно вам задать один вопрос? Как видите, да. Он меня давно мучает. Нужен ваш совет. Хорошо. После алкоголя на следующий день меня начинает трясти паника, дышка, давление. Почему так происходит? Я не позволяю себе много выпить, 3 бокала вина, и сегодня уже чувствую себя очень плохо. Хороший вопрос, Карина. Спасибо. Многие люди думают, что алкоголь и невроз как-то несовместимы или как-то они связаны. А развеиваю еще раз, я уже говорил об этом этот миф. Суть алкоголя заключается в том, что человек, который выпивает много алкоголя, например, он подвергается организму отравлению. Потому что алкоголь, который распадается в крови, распадается на отравляющие вещества. А потом организм в следующее утро начинает активно выводить эти токсины, и вегетативно-нервная система естественным образом возбуждается. Будь вы невротиком, будь вы не невротиком, будет все примерно одно и то же. Но если у вас уже был невроз, и уже тревожно-фобическая, и вегетативная система была напряжена, то после алкоголя, во время очистки организма от продуктов распада, токсинов, вы просто отнесетесь к этому более тревожно, более мнительно, и субъективно и объективно будете ощущать процесс интоксикации более вегетативно тяжело. Отсюда и ваше самочувствие. Дарина спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Первый вопрос. Однажды у меня был стресс. Я испугалась, у меня анимели губы или часть губ. Прошло через 5-10 минут. Что это было? Скорее всего, это была ваша физиологическая особенность на испуг, на выброс адреналина, на такая физиологическая ваша особенность. Второй вопрос. Периодически был стресс в семье. Начала работать через 2 месяца. Как начала работать? Это случилось. Однажды не могла доработать, почувствовала слабость в голове. Пришла домой, померила давление 130, для меня норма 100, еще раз 150. Испугалась, стала хуже. После тететем, с чем это связано? Скорее всего, я здесь не могу гадать, с чем это было связано. Тут надо поизучать эту историю. Возможно, это было связано с тем, что вы слишком нормативный человек, боитесь совершить ошибку на работе, слишком перенервничали на работе, а потом уже зациклились на своем давлении, на своих цифрах, посчитав это автономной проблемой. Но, скорее всего, есть какая-то эмоциональная сфера, где вы слишком мнительный, тревожный, где вы человек, постоянно стремящийся к совершенству, скажем так, произвести хорошее впечатление, очень сильно эмоционально отдаётесь работе и проблемам, которые там возникают. Таким образом создаётся дистресс, и с каждым месяцем всё хуже и хуже себя чувствуете. Третий вопрос. Я очень обидчивая из-за этого проблемы, с чем это связано? Ну, опять же, я не экстрасенс и могу резко или грубо отреагировать в семье одна. Но здесь надо изучать вас, вы задаете такие более глубокие вопросы, ответы на которые можно дать только при личном знакомстве с вами. Затрудняюсь ответить, а пальцем в небо я так не делаю. Спасибо вам большое за вопросы, рубрика «Ответы на вопросы». В группе ВКонтакте, пожалуйста, пишите, буду на них отвечать. Ваш канал «Невроза Мегаполиса». Подписывайтесь на канал, скоро будет много интересных рубрик. Ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. В общем, не будьте равнодушными. Спасибо, надеюсь, этот блок вопросов был для вас полезным. Если полезным, поставьте там палец вверх. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...